Девушки отдыхают Девушки отдыхают Она взяла себе двух суперзвезд, Данила Галушка и Родиона Полевого, и готова противостоять вот этим монстрам. Тренеры, интеллектуалы, воспитатели грядущего нашего поколения. Капитан Ольга, фамилия ее слишком известна, чтобы ее называть. И два Олега. Олег Наумович и Олег Валентинович Линов и Яценковский. Сегодня дети играют против тренеров. РУДИ Пятерка. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Маша, кого вы отправляете на блеф-игру? Первый ваш шаг в качестве капитана. Ну, первый шаг и удачу испытаю я. Пускай она будет к вам благосклонна, удача. Ольга, кто пойдет на Донетку у вас? А я, пожалуй, возьму пример с Машей и тоже пойду. Итак, Маша против Оли. Вперед! Итак, внимание, блеф-игра. Верите ли вы, что первые изображения кошек были на барельефах Древнего Рима? Старт. Нет. А когда же они были? В Древнем Египте. Это правильно. Ответ плюс пять очков команде Ольги. Играем. Верите ли вы, что свет от солнца до земли идет более десяти минут? Вперед. Нет, не верю, поскольку, ну, насколько мне известно, он доходит за семь минут. Восемь минут девятнадцать секунд. Вы немножко ошиблись, но, тем не менее, пять очков вы заработали. Играем. Верите ли вы, верите ли вы, что грибы относятся к растениям? Вперед. Ольга? Нет. Почему? Грибы – это отдельное царство. Чувствуется взрослый человек, который хорошо учился в школе. Играем дальше. Верите ли вы, что на стодолларовой купюре изображен американский президент Бенджамин Франклин? Старт. Маша? Верю. Ну, я стодолларовую купюры редко держу. Даже, можно сказать, вообще не держала, но... Если вы их держали, то знали бы, что Бенджамин Франклин никогда не был американским президентом. Ну, его поместили на купюру в знак его больших заслуг в деле независимости Америки. Он был одним из отцов-основателей. Продолжаем. Верите ли вы, что население Беларуси превышает 10 миллионов человек? Вперед. Один мой знакомый географ и обществовед говорил мне, что не превышает, поэтому не верю. Вы не верите географу и обществоведу? Нет, я не верю вам. Обществоведу я верю. Прекрасно. Вот так. Дальше продолжайте ему верить. Он сказал вам абсолютную правду. Итак, взрослые, наши старшие товарищи, сразу взяли такой хороший темп. 5-15 в пользу взрослых. Играем. Следующий бой. Итак, внимание. Дуэль-игра. Прослушайте темы наших пяти боев. Первый бой – наша Беларусь. Второй бой – дальние моря. Ну, для тех, кто хочет погреться на пляже, но никак не может. Третий бой – и то, и другое. Так называется тема «Многозначные слова и аммонимы». Четвертый бой – танцуют все. Ну, спец по танцам у нас всегда есть, когда человек ничего не мешает, почему бы не потанцевать. И последний из пяти боев дуэль-игры. Люди гибнут за металл. Деньги, металлы и прочие нехорошие вещи. Можете обсудить, кто какую тему на себя готов. Взять, поехали. Пять секунд давно истекли. Увлеклись беседой богатыри Маши Тарасенко. Поговорили с Ольгой оба Олега, как Наумыч, так и Валентинович. Играем. Наша Беларусь. Маша, кто больше всех любит нашу синёку в вашей команде? Увлекательный патриот в нашей команде – Даник. Хорошо. А какая у него хорошая белорусская фамилия – Галушко. Ольга, у вас? У нас во всех уголках нашей прекрасной страны побывал Олег Наумович. Итак, Даниил Галушка против Олега Лейнова. Вперёд! Начнём. Это христианская конфессия в Беларуси. Первая по числу верующих. Старт. Олег. Православная. Православие – это правильный ответ. Играем дальше. Образ спаса с червлёным мечом на гербе этого белорусского города. Вперёд! Лепель. Лепель. Благодарю вас. Олег Наумович. Витебск. Это Витебск. Вы правы. Плюс пять очков. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Государственная власть в Беларуси разделяется на три ветви. На три составляющие. Законодательная. Исполнительная. Какая третья ветвь? Старт. Данил? Судебная. Вы правы, да. Продолжаем. Это сельхозкультура в последнее время по востребованности у белорусов опередила даже нашу любимую бульбу. Старт. Олег? Лён. Лён, да что вы. По востребованности у белорусов. Наше нелёгкое время, Данил. Какая сельхозкультура так любима? Гречка. Вы правы, да, конечно. Их среди национальностей Белоруссии, по статистике, меньше белорусов, но гораздо больше, чем поляков. Старт. Данил? Россияне. А как более по-русски сказать? Русские. Русские, конечно. Россияне, они живут в России. А вот русские, истинно русские люди выбирают нашу Беларусь. Данил сократил разрыв. 20 очков у команды Маши, 25 очков у команды Ольги. Следующий бой, вперёд! Итак, следующий бой. Дальние моря. Вот так прямо чувствую, как шуршит прибой, накатываясь на пляж. Нескоро мы услышим эти звуки, разве что по телевизору. Машенька, кто у вас на Дальние моря готов ехать? На Дальние моря готов ехать, опять же, Даник. Даник. Прекрасно, мог бы не уходить. Ольга, у вас? А у нас мастер художественного загара, это Олег Валентинович. Итак, Данил против Олега. Вперёд! Дальние моря. В море спокойствия на этом небесном теле прилунился однажды модуль корабля Аполлон-11. Старт. Данил? Луна. Луна, конечно. Игл сел, говорит база спокойствия. Игл сел, сказал Армстронг, и вышел погулять. Играем. За столько морей, согласно названию книги, ходил тверской купец Афанасий Никитин. А у вас фальстарт, Олег. И Данил имеет шанс ответить. За сколько моря? За три моря. Хождение за три моря. Абсолютно правильно. В Индию и Персию он сходил. Играем. Это израильское, так сказать, Моге. На самом деле просто очень-очень-очень солёное озеро. Старт. Данил? Мёртвое море. Это правильный ответ. Играем. Эти два цвета радуги встречаются в названиях земных морей. Старт. Олег? Ну, красное. Так. И жёлтое. И жёлтое, да. Ну, белое – это не цвет радуги. Чёрное – то же самое. Вы абсолютно правы. Браво. Подумал человек и ответил. Играем. Моря Амундсена и Лазарева омывают берега этого далёкого континента. Старт. Данил? Антарктида. Вы правы. Да. Данил, вы не зря дважды вышли. Ваша команда впереди. 40-30. Маша, браво. Вы выпускаете как раз того, кого нужно. Следующий бой. Играем. Следующий бой, так сказать, филологический. Есть многозначные слова, есть амонимы. Всё это вы, я уверен, учили в школе. И то, и другое. Маша, кто у нас отличит косу, которую держат в руках косари, от косы соседки по парте, за которую так соблазнительно можно дёрнуть? Родион. Родион, да, специалист по косичкам. Ольга, у вас? Ну, надеюсь, что у меня получится. Начнём. И то, и другое. Это и короткая стрижка, и вид кулачного пояса. Старт. Родион. Бокс. Бокс. Это правильный ответ. Играем. Он бывает и разводным, и скрипичным. Старт. Родион. Ключ. Ключ. Это правильный ответ. Вперёд. Это и супружество, и испорченная продукция. Вперёд. Ольга. Это брак. Это брак, да. Русское слово «брак» от слова «брать» берут в жёны, ну а немецкое «брак» – это недостаток. Так что это абсолютно разные вещи. Играем. Старину беспорядок. А в наши дни вполне такой респектабельный детский киножурнал. Старт. Ольга. Это яролаш. А яролаш, кстати, ещё есть значение. Знаете, нет? Возможно, да. Блюдо такое, кстати, было из разных овощей. Это и посёлок со знаменитым замком, и телеканал, и просто время без войны. Старт. Это мир. Это мир. А какой посёлок имеется в виду? Там, где мирский замок наш прекрасный находится в Беларуси. Прекрасно. И следующий бой у нас начнётся со счёта 50-45 в пользу детей. Минимальный разрыв. Следующий бой. Вперёд! Итак, Машенька, четвёртый бой. Танцуют все. Кто у нас мастер танго, тустепа и прочих вальсов? Ну, такой я танцевать не умею, но, может быть, что-нибудь не будет. Хорошо. Маша, а что вы умеете танцевать? Ну, хороший вопрос. Хороший вопрос. Интересный танец. Ольга, танцор? С любым па справится Олег Валентинович. Итак, Маша против Олега. Вперёд! Прекрасно. Вот как раз раскладка к первому вопросу. Если бы Маша пригласила сейчас на танец Олега Валентиновича, какой бы это был танец? Старт. Маша? Белый. Белый. Прекрасно. Играем. Танец этих птичек стал популярным у нас для итальянской эстрады. Старт. Маша? Танец маленьких утят. Знаете текст? Хорошо. Я вижу, знаете. По первым движениям уже понятно, что человек полностью изучил. Играем. В балете, в балете, па де троа танцуют столько артистов. Старт. Па де троа. Олег? Три. Да, троа это по-французски три. То есть шаг втроём буквально. Играем. Говорят, что танец его улучшает фигуру. Он точно исчезает. Вперёд. Маша? Танец с обручем. Танец с обручем. И обруч исчезает. Понятно. Олег? Танец его. Танец. Танец живота. Живота, конечно, танцуйте. Танец живота. И он точно исчезнет. Этот белорусский танец, если разобрать его по движениям, оказывается, демонстрирует зрителю трудовой процесс, связанный с посадкой, обработкой и выкапыванием картошки. Танец называется... Старт. Маша? Может быть, полька? Полька. То есть посадили польку, обработали польку и выкопали польку. Понятно. Олег? Бульба. Бульба, конечно. Конечно, вот замечательный танец. Причем в конце танца, как мне рассказывали, танцоры держат руки или за спиной, или в карманах. Показывают, что они очень сильно испачкали руки, выкапывая нашу любимую бульбу. Ну вот, а Олег Валентинович выкопал равный счет. 60-60 и гордо, не пряча руки ни за спину, ни в карманы, возвращается на свое место. Счет равный. Следующий бой. Играем. Итак, Маша, как вы относитесь к разным металлам? Ну, я люблю играть в одну замечательную игру Майнкрафт, поэтому... Понятно, да, это тяжело, понятно. Хорошо. Я учитываю, что вы редко держите в руках 100-долларовые купюры, значит, что-то там звенит более такое. Итак, металлист, кто у вас в команде? Люди гибнут за металлбой. Надеюсь, что не погибнет у нас Родион. Родион никогда не погибнет, он бессмертен. Ольга Линьвовна. Ну, самый ценный драгметалл у нас в команде, это Олег Наумович. Итак, Родион против Олега. Вперед! Итак, люди гибнут за металл. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст». Люди гибнут за металл. Сатана там правит балл. О каком металле, собственно, речь? Вперед! Раньше Родион. Золотом, может. Золото, конечно же, золото презренный металл, без которого очень трудно жить. Играем. А вот этот металл называют так слегка шутливо золото бедняков. Вперед! Олег Наумович. Медь. Медь, золото бедняков. А вы не правы, Родион? Может, олова? Олова. Да нет, все очень просто. Кто-то может позволить себе дорогие украшения из золота. Ну, а бедняки покупают серебряные украшения. Серебряные, еще раз серебряные. Серебро, теперь вы это знаете. В свое время премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер получила прозвище «Такая леди». Какая? Старт. Олег Наумович. Железная. Железная леди, да. Характер был соответствующий. Играем. А вот этот металл называли «Меркурий алхимический». О чем речь? Старт. Олег Наумович. Ртуть. Ртуть. Великолепный ответ. Ну и заканчиваем. Родион, я думаю, это вам ближе. Такое поэтическое название носит памятник Петру Первому в городе не Копенгаген, а Санкт-Петербург. Старт. Олег? Медный. Медный всадник. Вы правы, правы, правы. И, по-моему, взрослые уходят в отрыв. Увел их Олег Наумович Лейнов. Олег Наумов 75, старшие 65, младшие следующего. Вперед! Школьники быстренько вспоминают, обсуждают, кого они хотели отправить на скоростное централизованное тестирование. Тема искусства. Маша, кто это? Ну, главный искусствовед в нашей команде – это Родион. Родион. Хорошо. Кто в команде Ольги может отличить Бояриню Морозову от Княжны Таракановой хотя бы? Вообще я, но до 100 очков вперед Леонардо да Винчи у нас Олег Валентинович. Хорошо. Итак, Родион против Олега Валентиновича. Вперед! Итак, внимание, внимание, внимание. Живописец Поль Гоген уехал за вдохновением на остров. А. Бали, Б. Гаити, Ц. Таити. Старт. Родион? В Гаити, что ли? На Гаити. В Гаити там царствует культ Вуду. Поль Гоген тут совершенно не при чем. Олег Валентинович? Ну, на Таити-то не. Да, он уехал на Таити и писал там Таитян. Да, очень хорошая серия у Поля Гогена. Яркие, красивые краски. Пять очков на подборе взял Олег. Следующий. Иван Айвазовский, художник. А. Маринист. Б. Баталист. И. С. Абстракционист. Старт. Родион? Маринист он. А почему маринист? Моря рисовал. Да, море, мара, марм и так далее, и так далее. Маринист. Вы абсолютно правы, Родион. Десять очков сразу с лета. Самая известная икона святого Андрея Рублева. Это. А. Владимирская Божья Матерь. Б. Троица. И. С. Спас в селах. Старт. Олег Валентинович? Б. Троица. Троица, да, конечно. Великолепная. Из тех икон, на которых стопроцентно подтвердено авторство именно Андрея Рублева. Ну, далекие века. Играем. На плотне последний день Помпеи. Ну, помните, вулкан извергается, все рушится, все бегут. Итак, в виде художника изображен. А. Исаак Левита. Б. Илья Репин. И. С. Карл Бриллов. Вперед. Родион. Карл Бриллов. А почему? Ну, он, собственно, и нарисовал эту картину. И себя изобразил в виде художника. Такую своеобразную подпись поставил. Великолепно. Отличный ответ. Ну и заканчиваем. В течение искусства изразительного импрессионизм получил свое название от слова означающего. А. Восхождение. Б. Впечатление. С. Озарение. Старт. Олег Валентинович? Б. Б. Это что? Восхождение. Впечатление. Впечатление. Эмпрессион. Эмпрессион. Вы абсолютно правы. И. Вы вышли на сотню. Сотня у вашей команды. 85 у команды школьников. Играем следующий бой. Вперед. Слайд-игра. Ну вы знаете, что в наше непростое время много петиций, много требований выдвигается. Так вот, у нас поступила петиция от букв русского алфавита. Они все обижались, почему с А до К все играют у нас слайд-игру. И мы решили удовлетворить их просьбу. И сегодня мы играем азбуку с буквы Л. Слайд-игра с буквы Л. Маша, я понимаю, что это очень такой большой перескок тут А и дальше. А вот с буквы Л оно сложнее. Кто у вас смелый? Смелый буду я. Хорошо. Ольга, а у вас кто смелый? Ну так как у меня отчество начинается на букву Л, я должна много о ней знать об этой букве, поэтому тоже пойду я. Понятно. Девушки, вперед. Тогда к азбуке с буквы Л ничего не нужно сжать, ничего не нужно трогать. И мы начинаем с выигрывающей пока команды, команды Ольги. Ольга, буква Л, вперед. Что перед вами? Это лепешка. Да, это лепешка. Ответили бы лаваш, я бы не засчитал. Это тандырная узбекская лепешка. Вот как бывает. 15 очков Ольга взяла, облизываясь. Маша, играем с вами. Что перед вами? Буква М. Это мавзолей. Мавзолей? А кто в нем лежит? Вы не можете сказать? Ленин. Ленин, это правильный ответ. Плюс 15. Маша, браво. Играем, Оля, с вами. Вот это буква Н. Не З. Это не З, это буква Н. Так, я бы сказала, что это что-то такое, вот оно летит, да? И оно... С троем летит, причем. С троем летит. И вроде его сложно узнать. Наверное, это неопознанный летающий объект НЛО. НЛО, это правильный ответ. Хорошо. Вот хорошо им летать. Ни границ, ни карантина. Собрался и полетел. Маша, что перед вами? Буква О. Объектив? Да, вот если посмотреть в него прямо, я буквально этим занимаюсь уже много-много лет. Это объектив. Отличный ответ. Играем. Ольга? Буква П. Так, ну на парашютиста он не похож. На политика тоже. Почему политик? Вот видишь, флаги разнообразные. Наверное, он полиглот. Человек, который разговаривает на нескольких языках. Даже если вы сказали переводчик, я бы принял, но полиглот абсолютно точно ответ. Браво, Ольга. Спасибо. Машенька, что перед вами? Буква Р. Р. Ну, в нашей непросто. Рецепт? Да, конечно, выписывают. Больным это рецепт. Великолепно вспомнила. Прошу вас, Ольга. С. С. Буква С. С. А это самородок. Золотой. Золотой самородок, вы правы. Играем. Пока ни одной ошибки, Маша, держитесь. Что с машиной сделали-то? Тонировали? Тонировали нет. Тонировали, когда стекла затемнили. Ольга? Ее тюнинговали, это тюнинг. Это тюнинг, вот как это называется. Вот такой странный тюнинг. Упустила Машенька 10 очков. Ольга, вперед. Уху. Уху, да. Наверное, это... Угарь. Ольга пыталась вспомнить еще какую-нибудь... Ну, нет, Игорь, Угарь, ну, очень легко перепутать. Да, рыбу на О, это Угарь. В самом деле, морской Угарь, вот такой он страшный оказывается. И выдавить его очень трудно из воды. Прошу вас, Маша. Фанаты. Фанаты, конечно, одним словом назвали этих замечательных людей. Всего одну ошибку совершила Маша. Великолепно. Давайте поприветствуем, поддержим. И на риск игру взрослые уходят с небольшим преимуществом. 185, 145, 40 очков. Что стоит тому же Даниилу или тому же Родиону два раза нажать и два раза ответить? Посмотрим. Итак, риск игра. Вперед! Маша, обычно на риск игру мы отправляем самого сильного, самого умного, самого выдержанного, самого реактивного игрока. Звезду, можно сказать. Кто у вас звезда? Светить, как солнце, у нас будет Даник. Отлично. Светить всегда, Даниил, светить везде. Оля, кого вы зазвездите сейчас? А мы отправляем самого опытного, так сказать, аксакала нашей команды. Это Олег Наумович. Итак, Даниил против Олега Наумовича. Вперед! Итак, Даниил против Олега. Начнем. Риск игра. Наша Беларусь. Фельдмаршал Румянцев-Заданайский получил город Гомель в подарок от этой замечательной женщины. Вперед! Даниил? Екатерина Вторая. Точный ответ, браво. Именно Екатерина Вторая, правда, она назвала в указе Гомель селом с пятью тысячами жителей. Ну, империя была громадная, не все знала. Итак, разрыв сократился до плюс 20. Играем. Дальнее море. Этой геометрической фигурой в Саргасовом море пугают моряков и летчиков. Вперед! Треугольником. Каким? Бермудским. Бермудским треугольником еще стал равным. И то, и другое. Она и манипулятор компьютерный, она и героиня сказки Дюймовочка. Вперед! Мышь. 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 Какая? Ну, есть компьютерная, есть... А какая была там? У Дюймовочки. А вот Родион знает, мышь была полевая. Играем. Правильно, правильно, конечно же. Плюс 20 у старших. Танцуют все, Данил. Пушкин, как ни странно, назвал этот танец однообразным и безумным. Что за танец? Фальстарт был у Данила. Вперед! Будете отвечать, Олег Дмитриевич? Нет, не буду. Не надо, говорит сквозь зубы Ольга Леонидовна. Однообразным и безумным Пушкин называл только-только входящие в ту пору в моду вальс. А на остальных танцах можно было и поиграть, и пообщаться. А так кружись, кружись, кружись. Скучно. Играем. Последний вопрос решающий. Данил отвечает правильно. Равный счет. Отвечает правильно Олег. И взрослые, удовлетворенно пахмыкивая, уходят на перерыв. Итак, внимание. Люди гибнут за металл. Это страшная болезнь в свое время. Сверепствовала и в Калифорнии, и на Аляске. Старт. Золотая лихорадка. И Данил сравнивает счет. Если бы времена были не столь трудными, я бы сказал, пожмите друг другу руки. Не говорю я этого. Мысленно пожали друг другу руки. Великолепно сыграли. Снова у нас ничья, снова абсолютно равная игра. Я предлагаю студии поаплодировать Маше, Даниилу, Родиону. Выстояли, выстояли в равной борьбе. Традиционные подарки от телерадиокомпании Гомель, которая неуклонно поддерживает нашу уникальную телевикторину. А почему она уникальна? Это потому что любой возле телеэкрана, как по эту сторону, так и по ту, может почувствовать себя умным и сообразительным. Не зря говорится, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! Субтитры подогнал «Симон»!